Юрий Насыбуллин. Степное сафари. Рассказ из советского прошлого. В разгар лета середины 60-х годов прошлого века беглый муж и отец семейства Камиль Косымов приехал в Целиноград к жене, с которой уже два года не жил, но еще не был официально разведен. Он уже подавал заявление в суд, но судья отклонила его, поскольку жена Косымова, Анастасия, была против развода, а главное потому, что у супругов было четверо детей, совершенно несовершеннолетних. Дали полгода на примирение. О своем приезде он предупредил ее телефонным звонком в контору горпищи торга, где Анастасия Ивановна работала бухгалтером, а домашнего телефона у нее не было. Как это не дико звучит, в наше глобально телефонизированное и огоджествленное время полной компьютеризации и мобильнизации, но в те годы телефоны были в редких домах, и выглядели они совсем не так, как сейчас плоская пластиковая штучечка с волшебным экранчиком. Живая и разговорчивая даже в маленьких ручках наших правнуков, легко помещающаяся в карман штанов. Раньше телефон представлял из себя электрический агрегат на шнуре с циферблатом в форме круглого диска с дырочками, чтобы вставлять туда палец, как в ноздрю, для набора номера и закрепленный на стене, или поставленный на почетное место в квартире. Такой агрегат в карман никак бы не поместился. А сколько порогов надо было обить, и сколько лет простоять и годов продержаться, чтобы получить вожделенное средство связи. Это же никакому современному уму непостижимо. Некоторые терпеливцы вымерли, как динозавры плейстоценового периода, так и не дождавшись своего счастья. К приезду пусть бывшего и беглого, но мужа, а у Анастасии еще теплилась слабая надежда вернуть блудника в семью, по такому случаю она принарядилась, купила к чаю конфет и тортик, что в доме случалось только исключительно по праздникам. Глядя на нее, старший сын-валид, мальчик умный и очкастый, второразрядник по шахматам и отличник в школе сказал, «Ты перед ним лебезишь». Без намерения обидеть, разумеется, а из желания попробовать на вкус недавно вычитанное словцо, и потому, что уже многое в отношениях между взрослыми уразумел в свои девять лет. Анастасия не согласилась с такой оценкой. Все-таки одной растить четверых детей на зарплату бухгалтера ей было тяжело, и она желала возвращения мужа не столько из большой любви к нему, а потому, что муж имел неплохую профессию зоотехника и получал хорошие деньги. Будь он с ними, ей бы не пришлось после работы оставаться и мыть полы в конторских коридорах, подрабатывая уборщицей. А как он учился? Обучение в ВУЗе тогда было платным. Не так, как в годы моего студенчества, когда обучающимся еще и стипендию платили. Только учись. Обычная стипендия составляла 40 рублей, а ленинский стипендиат получал от государства за хорошую успеваемость 100 рублей каждый месяц. А тогда, когда учился Камиль Касымов, им приходилось самим платить за обучение, и часть денег из семьи уходила на оплату будущего мужниного диплома. «Ничего, Тося», – говорил Камиль, – «потерпи. Вот выучусь, диплом получу, устроюсь на работу, буду много зарабатывать. Заживем». Ведь что такое должность зоотехника в колхозе? Это уважение и почет, хорошее жилье, зарплата и свободный, почти неограниченный доступ к мясу. Хочешь тебе баранина на шашлык, хочешь тебе говядина на жаркое и холодец, хочешь тебе конина на бешпармак, а если ты без религиозных предрассудков, то и свинина на отбивную и сальтисон. А вы любите свиную кровяную колбасу с гречкой? Я ее просто обожаю. Конечно, приходилось делиться и с директором, и с главным агрономом, и встречать иной раз начальственные делегации из района, сопровождая встречи отнюдь не суповым набором, а отборной вырезкой. Но в остальное время полная свобода и объедаловка. Я уж не говорю про молочные продукты, сметану, молоко, масло. А автор еще помнит вкус настоящего коровьего масла и парного молока из погреба. Парное молоко из-под непосредственно коровьего вымени он как-то не так отчетливо помнит, потому что не шибко его любил за то, что оно теплое. А вот к рыночку молочка из погреба он, в смысле я, в смысле автор, опрокинул бы с большим удовольствием, хоть прямо сейчас. Эх! В тот день Анастасия в нарядном крепдышиновом платье с вырезом и короткими рукавами-валанчиком была заметно взволнована и немного суетлива. Камиль сидел за столом, запивая торт чаем и поглощая конфеты целиком, почти не жуя. «Папа!» – сказала трехлетняя Элька. «Так нельзя конфеты кушать! Можно заболеть! Надо понемножечку откусывать!» «Кто тебе сказал?» – спросил Камиль. «Так мама учила!» – ответил Юнур, который тоже расширенными глазами смотрел на исчезающие в отцовском рту конфеты. «От конфет выпадают зубы и растет попа!» – авторитетно подхватила Элька. «Если котенка все время кормить конфетами, он может умереть!» «Ничего!» – сказал отец. «А вось живы будем, не помрем!» «Мальчишек я на лето забираю!» – сказал он Анастасии. «А там видно будет!» «А в семью вернуться не надумал?» – с надеждой спросила Анастасия. «Ой, Тося, перестань!» – с досадой ответил муж. И, доживав конфету, с укором добавил. «После того, что ты сделала, значит, не нагулялся еще!» Полувопросительно, полуутвердительно, сказала Анастасия и тяжело вздохнула. «А помнишь, что ты мне говорил? Вот выучусь, получу диплом, буду работать, большую деньгу зашибать, а ты у меня будешь домохозяйкой. Помнишь? Ты и есть домохозяйка. Полная хозяйка в своем доме. Хозяйничай сколько хочешь. Я тебе не мешаю. Валиду и Юнур уехали с отцом в совхозном Бобике. Так называли уазик повышенной проходимости с брезентовым тентом, за рулем которого сидел вихрастый молодой парень Гришка Ткаченко. Дорога шла вначале по асфальту, а потом по степному грейдеру, вдоль проводов и электролиний, на которых сидели черные галки, а иногда по клеткам, как называют местные жители казахстанский автобан тех лет, то есть дороги между полями, где можно было ехать со скоростью хоть сколько километров в час. До окончания очередного поля и поворота на 90 градусов. Неподалеку от дороги кое-где попадались сидящие семьями крупные рыжие сурки. Самый большой сурок вглядывался в приближающуюся машину, и вскоре, как по команде, вся семья скрывалась в норе. «А у нас прошлым летом жил маленький сурчонок», — вспомнил Валид. «Он вначале был очень ласковый и сосал молоко из бутылочки для детского питания через ниппель. При этом он так смешно причмокивал и захлебывался. Потом подрос и стал кусачим. Он провожал меня в школу и бежал за мной аж до сарая, а потом стал совсем большим и куда-то пропал». «Кому-то на шапку угодил», — усмехнулся Гришка. «А это кто?» — спрашивал Янурчик, когда на обочину садился ястреб или беркут. Отец отвечал и рассказывал про повадки птиц, в которых неплохо разбирался, поскольку посещал во время учебы в институте факультатив по углубленному изучению пернатых. Дорога была долгой, и дети уснули. А в подкравшейся темноте путь машине стали перебегать зайцы и лисы. Из темноты выпархивали совы, и в свете фар впереди время от времени появлялись скачущие тушканчики. Полидировав немного, они сворачивали в сторону и исчезали в темноте. А лобовое стекло разбивались крупные ночные насекомые, молевые бабочки и мотыльки. Ближе к полуночи показались огни совхоза Щербаковски, где Камиль Галямович Косымов работал главным зоотехником. Дверем открыла его нынешняя сожительница, молдаванка Валентина Маручану, с которой он сошелся, когда приехал на Целину. По жестокому стечению обстоятельств, именно в тот самый день, когда уговорил законную жену сдать квартиру в Татарии и с детьми переехать к нему. Камиль взял на руки спящего юнурчика, а полусонный валид поплелся за ним следом в дом. Постель на полу для мальчишек была приготовлена, и дети уложены. Валентина поплотнее прикрыла дверь в их спальню, улеглась рядом и спросила, «Ну как?» «Все нормально. Забрал пацанов, со мной будут жить», бодрясь, ответил Камиль, понимая, что его дети-сожительницы не нужны. «Надолго?» спросила Валентина. «Да навсегда, пожалуй», ответил Камиль. «Да?» напряженно спросила Валентина. «Ты уверен? А мы ведь так не договаривались». «Ну ладно, Валечка, не начинай. Сегодня, по крайней мере», спросительной ноткой в голосе сказал Камиль. «Давай лучше делом займемся». И он положил руку на гладкое бедро любимой женщины. «А ты разве не устал с дороги?» ледяным тоном спросила та. «Я совсем не устал», сказал Камиль. «А я устала и спать хочу», отрезала Валентина и отвернулась к стене. Утром Юнур проснулся рано. Он надел короткие штанишки из тех вещей, которые собрала ему мама, рубашку и вышел на крыльцо. Ярко светило солнце. Безоблачное небо обещало подарить людям хороший день. Юнур огляделся. Первое, что он увидел, это небольшую веслоухую собаку, скучавшую на привязи у деревянной будки. Она помахивала хвостом и взвизгивала при виде незнакомого мальчика. Юнур осторожно направился к ней. Увидев это, собака тявкнула пару раз и принялась вилять всем телом. Однако Юнур побоялся подойти к ней ближе и решил для начала осмотреть огород, который от двора отделял невысокий заборчик. Он открыл калитку и направился вдоль грядок с огурцами и помидорами, которые источали густой запах томатов и частью цвели, а частью еще были зелеными. Увидев, что в помидорах ничего интересного, кроме запаха нет, малыш покопался в огуречной ботве, сорвал маленький огурчик в пупырышках и съел. Огород был большой, дальше росла морковка, свекла, горох, картошка и тыква. Еще была бахча, и на грядке лежало несколько маленьких полосатых арбузиков. В самом конце огорода находилась сараюшка, и оттуда, кроме вони, доносилось негромкое похрюкивание. В загоне над корытом чавкал мокрой пастью крупный кабан. Рядом за сеткой рабица прохаживались, роясь в пыли, куры и петух. Все было очень необычно и невероятно интересно. Юнуры у папы начинало определенно нравиться. Он вернулся к собаке и осторожно подошел к ней, чтобы погладить. Собака проявила полнейшее дружелюбие и доверие. «Пойдем гулять», сказал Юнур и отвязал собаку, которая сидела не на цепи, а на важе. Собака зачем-то потянула мальчика на огород в сторону свиного загона. Пятилетний малец не смог ее удержать, и они пробежались по грядкам и помяли несколько кустов. В эту минуту во двор вышел отец и, увидев разрушение, причиненное гуляками, гневно закричал на сына. «Ты что творишь, засранец?» Он выхватил из рук Юнура собачий поводок и замахнулся на него. Малыш присел от страха и кинулся убегать, пригнувшись. Он добежал до середины огорода и остановился, видя, что отец его не преследует. А Камиль справился с первым гневом, и ему стало стыдно за свой порыв. Кроме того, вид испуганно вжавшего голову в плечи убегавшего сына вызвал в нем жалость. «Ладно, иди сюда!» позвал он Юнура. Малыш нерешительно топтался посреди огорода. «Иди, не бойся!» ласково позвал Камиль. Когда Юнур подошел, он сказал ему, показывая на грядке, «Видишь, что вы с Сильвой наделали? Собаку зовут Сильва». Юнур кивнул. «Я нечаянно! Меня собака потащила!» захныкал он. «Я не смог ее остановить!» «По грядкам ходить нельзя!» нравоучительно сказал отец. «Мы с тетей Валей их вскапывали, потом посадили всякие овощи, поливаем. А если по ним топтаться, то стебли обломаются, и на них ничего не вырастет. Нужно по дорожкам ходить, между грядок. Понял?» «Я больше не буду», пролепетал Юнур. «Пошли в дом», сказал Камиль, привязав собаку и беря Юнура за руку. «Тетя Валя приготовила яичницу, и Валит уже уплетал ее». При Камиле тетя Валя была доброй и любезной с детьми. «Мальчики», обращалась она к ним. Но когда Камиль уходил на работу, ее тон резко менялся, и она обращалась к ним пацаны. «Пацаны, а ну, пошли огород полоть!» Неподалеку от окраины совхоза протекала речка Кулан-Утпес. «Это означает не перейти жеребенку», объяснил отец, который говорил и понимал массу тюркских языков – татарский, казахский, таджикский и другие. Но детей им не научил. Юнур стал ходить туда купаться. Но плавать он не умел, тогда отец купил ему красно-желто-синий надувной круг, и малыш быстро научился плавать на нем. Он заплывал в воду среди желтых кувшинок и белых лилий и рассматривал, как в прозрачной воде, пронизанной солнечными лучами, двигаются рыбки. Белые лилии, вероятно, ближайшие родственники знаменитого божественного лотоса, в наше время совсем исчезли из водоемов. А в те годы их было великое множество. Очень красивый цветок. Теперь таких не делают. Старший брат Юнурчика Валит, в то время, как его братишка купался и бегал по колхозным улицам с другими пострелятами, сидел дома, расставив шахматы и углубившись в дебри какого-нибудь дебюта имени Васи Пупкина или сицилианской защиты, превосходил по шахматной книжке тысячелетнюю индийскую премудрость. «Вырасту, гроссмейстером стану», мечтал он, «а может и раньше, а лучше чемпионом мира». У Валита были все предпосылки для этого. Он был усидчив до проседней и похвально упорен. В Целинограде он уже был чемпионом города в свои девять лет и занимался шахматной теорией с фанатическим упоением. Пока его сверстники играли во дворе футбол, зоску и саложопу, он целеустремленно и методично двигал по клечатой доске слонов и ферзей. Таким образом, старший сын Камиля Валит развивал мозги, а младший юнур – туловище, руки и ноги. Одна гармония у мая тела на двоих. Теплым солнечным утром Камиль вывел юнурчика в огород, где цвели тыквы. Он сорвал желтый цветок с одного из растений и показал юнуру. «Вот смотри, это мужской цветок тыквы, называется пестик. От него плода не будет, но на него прилетают пчелы. В этот момент одна из пчел как раз выбиралась вся в желтой пыльце из соседнего цветка. Вот она, видишь? Перелетает на другие цветки. Вот смотри, она полетела. И опыляют женские цветки, которые называются тычинками. Но пчел у нас мало, а опылить нужно все женские цветки. Тогда у нас будет много тыквы. Поэтому ты берешь вот такой цветок с пестиком, срываешь, и обрываешь с него лепестки. А самим пестиком, его пыльцой, обмазываешь вот эти цветки, у которых тычинки. Понял? Юнур кивнул головой и сказал. Понял. Ну, действуй, сказал отец и отправился на работу. А маленький, но способный юнурчик принялся мазать пыльцой распустившиеся цветки тыквы, осуществляя на практике метод принудительного оплодотворения, популярный в сельском хозяйстве тех лет. Однажды в обеденный перерыв Камиль пришел с работы вместе с соседом немцем Альбертом Дорфманом. Они громко говорили о свиньях. Она точно в охоту вошла? Спрашивал Камиль. Еще как! Убедительно доказывал сосед. Настоящая ходячая похоть. Ее под вашего кабана надо. Хорошие поросята получатся. Приплод поделим поровну. Ну давай, согласился Камиль. Мужчины отправились к соседу и вскоре приволокли в загон к отцовскому кабану визжащую и брыкающуюся молодую свинью. Юнур и Валид прибежали на шум, но взрослые их прогнали. Около часа из свиного загона раздавались душераздирающие взвизгивания, азартное хрюканье и деловитые мужские голоса. Наконец, растрепанный и взъерошенные мужчины выволокли из загона ополоумевшую свинью и оттащили ее обратно, туда, откуда взяли. Да ничего она не хотела, сказал Камиль, любопытствующий Валентине. Папа, потянул Камиля за рука в перепуганный юнурчик, вы хотели свинку зарезать? Нет, малыш, ответил отец, рано ее резать, она еще молоденькая, просто дядя Альберт решил свою свинку познакомить с нашим Борькой-кабаном, но они не захотели знакомиться и поругались. А-а-а, протянул успокоенный таким ответом юнур, а как ее зовут? Ты что, тоже хочешь познакомиться? Рассмеялся отец. Не знаю, кажется, Берта. Уже месяц мальчишки жили в совхозе у отца. Однажды Камиль пришел с работы и объявил Валентине. Меня в командировку посылают, в Караганду, на мясокомбинат надо отогнать сотню годовалых бычков-кастратов. Ты что, пастух? спросила Валентина. Это что, работа дипломированного зоотехника, скотину по степи гонять? Производственная необходимость во избежание падежа и убытка в живом весе поголовья, предложено лично сопровождать, терпеливо объяснил Камиль. А я тут при чем? спросила Валентина. Хочу с тобой мальчишек оставить. Куда я их в такую даль возьму? Туда 150 километров и все пехом, своим ходом. Нам с водителем Гришкой Ткаченко придают троих скотников на лошадях и бортовой ГАЗ-51. Ночевать придется в палатках или в кузове под тентом. А я, значит, при детях? Отпрысках твоей грымзы, которая на мне волосы рвала. Вместо няньки тут буду, окрысилась Валентина. Здорово ты придумал. Я не согласна. Твои дети, сам с ними возись. А я в няньки не нанималась носы им подтирать. Вообще-то мы сами с вами не останемся, сказал, выходя на кухню Валид, который через открытые двери слышал весь разговор. Нам не надо носы подтирать, крикнула за спины брата Юнур. Через пару дней Камиль собрал все теплые вещи, какие нашлись у детей, и большую часть из того, что было в доме, и сложил это барахло в кузов подъехавшего бортового ГАЗ-51 с тентом, за рулем которого весело улыбался уже знакомый мальчишкам Гришка Ткаченко. «Привет, чабаны!» задорно прокричал он братьям. Они залезли в кузов машины. «Держитесь крепко!» сказал отец и сел в кабину рядом с шофером. «Если вдруг что, стучите по крыше кабины!» И они поехали к совхозному скотному двору, где в медной глиняной пыли мычали и подгоняемые кнутами скотников выходили в дальний последний путь молодые бычки. Но они, конечно, еще не знали, что их отправляют на убой, и этот путь будет для них последним. В грузовик погрузили еще много всего. Провизию, хлеб, крупы и овощи, воду в алюминиевой фляге, охотничье ружье и патроны к нему, ветеринарные лекарства, чтобы лечить в пути заболевших или ослабевших животных, запас дров для костра, бензин в канистрах, полушубки, кашму и другое необходимое оборудование примерно на неделю пути по степи в автономном режиме. Перед выходом Камиль собрал всю команду и сказал, планируем в день проходить примерно по 20-25 километров. Нам не рекорды ставить, а надо бычков доставить в сохранности с минимальными потерями. По дороге пусть пасутся. Мы сейчас отъезжаем на родник как раз километров 25 от совхоза. Это будет первый перегон. И там ждем вас. Надеюсь, к вечеру свидимся. И степное сафари началось. Самый старт этого похода мальчишки не увидели. Отец вместе с Гришкой Ткаченко в кабине, ГАЗ-51, и братьями в кузове на свежем душистом сене, где преобладали запахи чебреца и полыни, уехали вперед, окатив пылью, двинувшийся вслед за ними стадо, подгоняемое и направляемое тремя скотниками. Точь в точь, как КПСС в роли авангарда советского народа. Да простят меня ветераны партии, те, кто в годы Горбачевской перестройки не разорвал, не сжег и не швырнул на стол свой красный партбилет с портретом вождя пролетариата. Добытый после года кандидатского ожидания и испещренный синими штампиками о многолетней уплате членских партийных взносов. Вот мой тесть, например, этого не сделал, за что ему светлая память и мой респект и уважуха. Газик остановился у подножия сопки, где в окружении изогнутых ветром березок из земли пробивался чистый родник с хрустальной водой. Вытащили котел и стали варить обед из картошки с тушенкой в солидоле из стратегических запасов. Кругом была степь, да степь широкая, степь раздольная. В небе под солнцем звенели жаворонки, в траве стрекотали кузнечики, сварили похлебку, поели, поспали, проснулись, опять поели. Солнце стало клониться к закату, и лишь когда оно коснулось своим огненным краем горизонта, пришло стадо. Бычки разбрелись по полю, продолжая пастись, а те, кто уже набил брюхо травой, опустились на землю и стали ее отрыгивать и пережевывать. Скотники расседлали лошадей из треножев, пустили их тоже тут же пастись. В мире наступила полная идиллия. Небольшой костерок, темные силуэты людей на его фоне, красная полоска заката, мерцающие в небе звезды, тишина, нарушаемая лишь хрустом травы и пением цикад. Так закончился первый день. Мальчишки вместе со взрослыми уснули в кузове машины на пахучем сене под тулупами. «Я хочу на лошади скакать!» Сквозь сон бормотал юнур. «Тыг-дыг-тыг-дыг!» Но ночь прошла не так спокойно, как бы хотелось. Неожиданно перед рассветом с дальнего края лёжки, где ночевало стадо, послышалось испуганное мычание, возня и звериное рычание. «Волки!» Камиль с ружьём выскочил из кузова и побежал в ту сторону, откуда доносился рёв бычка. Подбежав, он выстрелил вверх, боясь попасть в скотину и надеясь отпугнуть волков. Вслушался, всё стихло. Он перезарядил ружьё и пошёл в обход стада. Больше до утра он не уснул. При свете солнца у одного бычка на морде и шее чернела запёкшаяся кровь. Сам бычок был мелковат и тщедушен. Кроме того, он неосторожно улёгся на ночёвку с края стада. И поэтому волки на него и напали. Папа, проснувшись утром, обратился юнур к отцу. «Я хочу на лошади скакать вместе с дядей Мухтаром, Максатом и Алибеком». «И я тоже», — подхватил валид. «Ладно», — сказал Камиль, зная, что казахские маленькие джигиты уже лет с трёх начинают ездить верхом на лошадях, причём без седла. А его младшему юнуру уже почти шесть лет, а старшему валиду и вовсе все девять. Но помните, что у лошади есть зубы, и она может укусить. Нельзя подходить к лошади сзади, она любит легать тех, кто так подходит. Нужно подходить к лошади сбоку и не делать резких движений, а вести себя с ней спокойно, уверенно и ласково. Вскоре валид уже красовался на высоком чёрном жеребце, а юнурчику досталась небольшая рыжая кобылка. Камиль подкоротил им стремена по росту и сказал, «Когда едете на лошади, надо слегка привставать в седле пружине ногами, как настоящие кавалеристы, а не болтаться, как бурдюк с содержимым. Тогда вы не собьёте лошади холку и не наживёте себе геморроя», добавил он под одобрительный смех скотников. И хоть юнур так и делал, как учил отец, всё равно через час у него уже болело всё его маленькое и, как оказалось, не такое уж мягкое место в районе копчика, откуда у взрослых людей растут ноги, а у детей тоже ноги, только напоминающие два тонких прутика. «Ну», – сказал Камиль, «сегодня вы будете нашими пастухами, слушайтесь дядю Максата, он у нас главный скотник, а мы поедем вперёд». Братьям дали кнуты, и они погнали бычков в путь вместе с Максатом Сарсенбаевым, старшим совхозным скотником. Юнур и Валид ехали на лошадях позади стада, иногда помахивая на бычков кнутами. «Не слишком активно», – велел дядя Максат, «не надо зря нервировать животных». Старший и бывалый скотник Максат Сарсенбаев гнал стадо по ему одному известным приметам и по солнцу, держа направление на восток в сторону Караганды. Да что там Караганды? В сторону светлого будущего. По пути им попалась безымянная степная речка, и дядя Максат, найдя брод, сам практически в одиночку, потому что дети начальника главного зоотехника ему были пока что не помощники, перегнал бычков на противоположный берег. Юнур сидел в седле неуверенно, и когда рыжая кобылка опускала голову, чтобы отщепнуть листочки с кустиков чабреца, ему совсем не за что было держаться, и он боялся, что вот-вот кубарем скатится вперед через голову лошади. Он нечаянно выронил кнут и не знал, что ему делать, как слезть на землю, чтобы подобрать его. Однако он все же остановился, спрыгнул с седла и побежал за кнутом. Лошадь в это время пошла дальше, вслед за стадом. Юнур поднял кнут и побежал догонять уходящую лошадь. Кобыла покосилась на него фиолетовым глазом, ускорилась и побежала от преследователя. «Стой!» закричал Юнур. «Лошадь, стой! Ты куда?» Но кобыла сделала вид, что не поняла вопроса. Отбежав немного, она остановилась и принялась спокойно щипать травку. Когда Юнур приблизился, она опять отошла в сторону. В это время рысью прискакал валид на своем рослом черном жеребце и спросил. «Ты что, свалился? Она тебя скинула?» И ехидно засмеялся. «Ха-ха! Она его скинула! Смотрите, он упал с лошади!» «Нет!» ответил Юнур. «Я случайно выронил кнут и слез, чтобы поднять его. А теперь не могу залезть обратно. Она все время убегает. Помоги!» «Я сам не могу слезть!» сконфуженно признался валид. К ним подъехал дядя Максат. Он слез с седла своего коня и, медленно подступая к остановившейся кобыле, уже хотел плавным движением руки взять ее за висящие поводья. Как вдруг, кравшийся рядом с ним Юнурчик резко перехватил его, и кобыла тут же легнула его ногой, но не взад, поскольку Юнур стоял сбоку, а выкинув вперед заднюю ногу, как футболист копнула бы мяч. Копыта ударила Юнура в бедро не больно, но обидно и неожиданно. От этой лошадиной скопады Юнурчик опешил и замер на месте, что позволило дяде Максату поймать растерявшуюся кобылу. «Иди сюда!» позвал он Юнура. «Садись! Только медленно, без резких движений!» С этими словами он помог Юнуру забраться на лошадь в седло. Дальше день прошел без происшествий. До самого заката, когда они прибыли к месту заранее обусловленной стоянки на берегу реки Нура, что в переводе на русский означает «светлая». На спуске к воде уже горел костер. Из того неудачливого бычка, на которого давеча напали волки, скотники во главе из одобрения главного зоотехника совхоза Камиля Галямовича Косымова, как старшего в экспедиции, решили сделать шашлык. Незадачливый теленок уже заранее, еще утром был зарезан и освежован. Лучшие куски были замаринованы в уксусе с луком и нанизаны на ивовые прутики. Мясо поджаривалось на углях при свете уходящего за горизонт багрового степного солнца. Когда шашлык был готов, к нему нашлось и то, что объединяет и спаивает коллектив. От слова спайка – паять. То есть соединять разрозненные части в одно целое, цементируя и организуя воодушевленных людей для достижения общей цели, а не от слова напиваться, о чем вы, вероятно, собрались догадаться. Ну, разумеется, водка. А вот теперь вы догадались правильно. Шашлык из молодой парной телятины на берегу светлой реки в дружеском окружении товарищей по счастью и целого стада жующих и сопящих в темноте бычков-кастратов – это очень вкусная и полезная вещь. Вот за это и поднимался каждый второй тост в компании из пяти мужчин, сопровождаемый медным стуком алюминиевых кружек. Ну, все, ребята, завершение ужина, сказал Камиль. Давайте укладываться. Завтра снова в дорогу. Кто будет этих сторожить? Он повел рукой в темноту, где находилось стадо. Наш враг, волчара позорный, не дремлет. Мы, мы будем сторожить, сказали Мухтар и Алибек. Только нам надо еще немного, хотя бы по жузграмм с собой в дозор и ружье. «Какие жузграмм! Какое ружье! Еще перестреляете друг друга?» Попытался возмутиться Камиль. «Завтра кто в седле будет сидеть?» «Вон у тебя юные чабаны, полные сил и энтузиазма, отдыхают в кузове», сказали Мухтар и Алибек. «Надо выдвигать молодежь на ответственные посты». С этими словами сладкая парочка, как сказали бы сейчас в наше время, в обнимку друг с другом, ружьем и остатками водки удалилась на сторожевой пост. Ночь прошла на удивление спокойно, несмотря на лежащих в повалку в живописных позах после вчерашнего шашлыка ночных дозорных Мухтара и Алибека. Только в продуктах, которые не убрали с вечера в укромное место кто-то из речных или степных обитателей, то ли водяная крыса андатра, то ли хорек или ласка, то ли корсак, степная лисичка, нахально покопался. Зато ни один бычок не подвергся нападению и не пострадал от непрошенных визитеров. На следующий день путь погонщиков и погоняемых пролегал вдоль большого озера, по берегам которого, белым от солончаков, виднелись то тут, то там трупы и кости погибших животных. Потом начались сухие камыши, где, как утверждал скотник Максат Сарсенбаев, водились дикие кабаны. «А они опасные?» спросил Юнур, лошадь которого шла рядом с лошадью Максата. «Еще какие опасные?» ответил старший скотник. «Это тебе не домашняя свинья, это дикий вепрь, сикач. Знаешь, какие у него клыки?» «Какие?» выпучив глаза, спросил Юнур. «Вот такие!» показал Максат средний палец и рассмеялся. Разумеется, стадо гнали не по камышам, а рядом, и старались пройти это мрачное место поскорее. К вечеру подошли к рыбацкой избушке, выложенной из плоского камня, который, очевидно, был взят поблизости на обрывистом берегу и крытый камышом. Сварили в котле мясо теленка, зарезанного накануне и пущенного на шашлык. Вода в котле булькала и вкусно парилась. Угли костра шипели от выплескивавшегося на них мясного бульона. Юнур и валит после целого дня, проведенного в седле, уснули, не дождавшись ужина, в домике на широком плоском каменном топчане, устеленном овчинными тулупами. Утром, когда погонщики завтракали, перед тем, как двинуться дальше, Юнур сказал отцу, «Я не поеду на лошади, у меня уже вся попа болит». «Ладно», сказал Камиль, «поедем с нами на машине». «А ты?» спросил он, обращаясь к старшему сыну. «А я поеду с дядей Максатом», в пику младшему брату, ответил валит с превосходством, поглядывая на него. «Надо же кому-то дело делать и работу работать». «Ну да», с улыбкой согласился отец, «кроме тебя некому». Скотники влезли на лошадей, защелкали кнутами, и стадо двинулось в путь. «Я тоже умею кнутом щелкать», сказал отцу Юнур. «Ты у меня настоящий джигит», ответил Камиль. Гришка Ткаченко крутил руль, доил на педали, и «Газ-51» ехал по гладкой степной дороге, оставляя за собой шлейф пыли. Они уехали вперед к месту следующей ночевки, оставив стадо позади на попечение двух погонщиков Максата Сарсенбаева, Алибека Куанышева и девятилетнего Валита, будущего шахматного чемпиона, а пока восходящую звезду джигитовки. Юнур, сидя в кабине Газика на коленях у отца, просил шофера Гришку Ткаченко. «Дядя Гриш, дай порулить», и тянул ручонки к рулю, пытаясь его покрутить и поучаствовать в процессе езды. «Ты еще маленький, до педали не достанешь», возражал Гришка. «Ну, дядя Гриша, ну дай порулить», конючил Юнур, как, вероятно, конючит кандидат в президенты на выборах у действующего президента. «Отстань», отмахивался Гришка. «А давай ты будешь нажимать на педали, а я буду рулить», предложил компромисс Юнур. «Ну давай», вынужден был согласиться Гришка с таким демократическим подходом к рулежке машины. Автор чуть не добавил «государственной». Юнур, улыбаясь во все свои зубы с несколькими провелами, уселся на колени к дяде Грише и стал самостоятельно рулить. Машина съехала с дороги, и Гришка попытался вернуть ее на правильную траекторию, но Юнур крикнул «Не мешай!» и резко закрутил руль в противоположную сторону. Машина поехала зигзагами, виляя поперек дороги. Сидящий рядом Камиль сказал «Стой! Ты еще маленький! У тебя не получается!» Григорий остановил машину. «Я уже большой!» захныкал Юнурчик. «Мне уже пять лет!» «Давай договоримся!» сказал отец. «Вот когда ты пойдешь в школу, и тебе будет семь лет, у тебя ноги станут подлиннее. Тогда дядя Гриша тебя научит водить машину. А пока извините, молодой чемодан, еще рано!» В это время Мухтар, который ехал в кузове, постучал по крышке кабины и закричал «Сайгаки!» Камиль быстро перебрался из кабины в кузов и спросил «Где сайгаки?» «Вон! Там сайгаки!» Показал рукой Мухтар в сторону горизонта, где степь такая же желтая, как и везде, перекатывалась волнами. Это были спины бегущих сайгаков. «Гришка!» крикнул в кабину Камиль. «Гони! Давай догоним!» и схватил ружье. ГАЗ-51 рванул в ту сторону, куда убегало стадо сайгаков, и грузовик на скорости заскакал и запрыгал по степным кочкам и буйракам. Это была совсем бредовая идея догнать в степи стадо сайгаков, которое может развивать скорость до 80 км в час. Но азарт овладел мужчинами, и Гришка выжимал из газика все немногое, на что тот был способен, а это километров 50-60 в час. К тому же при такой тряске прицелиться было невозможно, чтобы выстрелить из ружья, а стадо было довольно далеко и стремительно удалялось. «Тормози!» закричал Камиль. «Это бесполезно!» Они остановились, и мужчины вышли покурить, чтобы остудить охотничий азарт. У Гришки даже руки дрожали, когда он прикуривал. Юнур тоже вылез из машины и присоединился к курящим. Не буквально, конечно, а с вопросами. «Папа, а кто такие сайгаки? А они быстро бегают. А куда они убежали? А у них есть дети?» «Малыш!» отвечал отец. «Сайгаки — это такие антилопы, которые живут в здешних степях. Бегают очень быстро. У них небольшие витые рога. Они любят своих детенышей и защищают их от волков. Их очень много развелось в казахстанской степи, и на них разрешено охотиться. Так что ничего запрещенного мы не сделали. Мы даже не подстрелили ни одного сайгака. «Только слегка погробили нашу машину», добавил Гришка Ткаченко. Мужчины засмеялись. Ночевка прошла в штатном режиме. Только ночью на небо наволокло тучи, и утром в воздухе висела водяная пыль. А по тенту грузовика постукивали мелкие капли моросейки. Юнуру дали кусок холодного телячьего мяса с хлебом. Он вяло погрыз его и увалился дальше спать. Валит был тут же и тоже после перекуса сразу заснул. Так как в тот день в грузовике едущей машины под мерный стук дождя по презентовому тенту, укрытые тулупом и вдыхая запах сена, братья не спали больше никогда в своей жизни. Сквозь сон они время от времени слышали мычание бычков, щелканье кнутов, голоса погонщиков, но это было где-то далеко, и только помогало не просыпаться, а находиться и нежиться в густом липком сне. Дождь шел весь день и еще всю ночь. На утро дождь прекратился, воздух был сырым и промозглым. Начальник скотников, главный совхозный зоотехник Камиль Косымов, перед выходом сказал, что они к вечеру могут уже подойти к финалу своего пути, то есть к карагандинскому мясокомбинату. Благо город им огибать не нужно, и они сразу могут пригнать бычков на приемный пункт, где их посчитают, взвесят и примут на свой скотный двор, что до самой Караганды уже совсем недалеко, и если бы не тучи, город можно было бы видеть невооруженным глазом. Вот так закончилось степное сафари, если можно так выразиться. На следующий день Камиль привез сыновей на автовокзал, купил им два билета на автобус до Целинограда, посадил в салон, помахал через окно рукой на прощание и, валид с Юнуром, уехали к маме. Домой.